Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Коммунальные тарифы и вопрос пенсионного возраста. Общаясь с коллективом коммунарки, сегодня президент Беларуси озвучил свою позицию по наиболее резонансным темам этих дней. В память о жертвах фашизма, митинг-реквием в Тростенце и последнее упокоение праха погибших в храме памятники всех святых. В центре Гродно обрушился фасад исторического здания. Восстановление займет больше времени, чем реставрация. Вопрос с тарифами на жилищно-коммунальные услуги будет решаться в пользу людей. Сегодня это заявил президент Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом фабрики Коммунарка. Глава государства больше часа отвечал на злободневные вопросы, волнующие белорусское общество. Один из них касался результатов недавней проверки реальной стоимости услуг ЖКХ. Прошлись секундомеры, мы посчитали. И оказалось, когда тарифы понизились, всем же хотелось побольше содрать с вас и с государства, с бюджета, оказалось, что мы покрываем расходы не 30%, а 40,2%. То есть сразу ваша доля по нынешней оплате оказалась выше. За счет снижения себестоимости услуг ЖКХ, коммунальщиков наших, за счет их снижения, мы к концу года будем покрывать 50% стоимости услуг. То есть не за счет увеличения и изъятия денег у вас. Мы уже повысили. 5 долларов плюс там еще что-то, налоги, льготы всякие убрали. Сейчас пока 40,2%. К концу будет 50%, но не за ваш счет, а за счет коммунальщиков. Они там сократят себестоимость, затраты, но будет половина. Пока на этом остановились. А половину? Где возьмем? То есть к концу года вы будете половину платить. А вторую половину? Вторую половину пока мы будем датировать из бюджета. Тем, кто будет оказывать вам услуги. Энергетикам за электроэнергию, водоканалу за подачу воды, газа и прочее. Вот мы должны будем платить из бюджета за тот газ, который будет подаваться вам для приготовления пищи, за теплую воду, электроэнергию и так далее. Мы бы хотели, чтобы к концу года было 50, вы платили. В будущем году там 75, еще через два года 100%. Ну, все такие заявили, что вот в 2018 году 100%. Я недавно поправил. Не знаю, это вы слышали, видели. В 2018 году и я хотел бы, чтобы вы платили 100% ЖКХ, жилищно-коммунальных услуг. Но вопрос в том, будет ли у вас деньги заплатить за это. Поэтому давайте 2018 год оставим, доживем до 2018 года, а там посмотрим, сколько вы будете платить. Пока будет тот уровень тарифов, который вы сейчас имеете. Вот мы немного там подчистили, убрали то, что вам излишне написали в жировках. Это ваш уровень. Сегодня же, в ходе общения, отвечая на вопросы коллектива, Александр Лукашенко озвучил свою позицию относительно еще одной, не менее резонансной темы этих дней. Повышение пенсионного возраста. Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на три года. Но каждый год по половинке. Не обидеть людей. Ну, полгода вы проработаете. Вот будет вам 55, вам надо полгода поработать. Ну что, большая трагедия? Нет. Небольшая. И вот так вот мы спокойно где-то за 6-7 лет сможем проглотить эти три года. Зарплата у людей невысокая. И она не растет по стране так, как бы нам хотелось. Наоборот, застыла. А пенсионный фонд, деньги, мешок пенсионный, формируется с вашей зарплаты. Вы отчисляете деньги на пенсию. Пока вы работаете, вы кормите своих родителей. Сейчас вы уйдете на пенсию, дети будут кормить вас. Солидарная система распределительного характера. Вот эта вот система у нас, она есть. И, коль не растет зарплата, а цены все-таки движутся, таким образом, пусть на полпроцента на процент жизненный уровень падает. Что, мы пенсионеры у нижних оставим? Нет. В пенсионном фонде денег не увеличивается. Вот в этом месяце я вынужден в пенсионный фонд направить с бюджетом триллион рублей. Так продолжаться не может. Это я забираю деньги у бюджетников. Пенсионерам отдаю. Но их же не бросишь. И встает вопрос, что делать? Уменьшать пенсии. А где вы видели, что вы пенсию уменьшали? Нельзя обижать людей. Поэтому мы на это пойти не можем. И поскольку средств не хватает столько, сколько нам надо, чтобы увеличивать пенсию, приходится идти на это. Но и не это главное. Вот для меня, как отца, как вы, как родителей, важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали. Мы должны переварить эти проблемы сами. Напомним, сегодня глава государства ознакомился с ходом модернизации на фабрике «Коммунарка». А за последние годы здесь установлено самое современное оборудование. Если в 2012-м износ производственных мощностей предприятия составлял более 70%, то сегодня он уменьшился вдвое. Новая линия позволяет выпускать сладости высокого качества. Как следствие, продукция занимает достойное место на отечественных и зарубежных прилавках. То, что должно быть всегда в руках государства, если оно ответственное государство, это то, что обеспечивает человеку жизнь прежде всего. Продукты питания. Я отношу туда и коммунарку. Еще можно на два это умножить, потому что конфета – это наши дети. И ходить по миру, просить с протянутой рукой у Украины или там в России, или еще где-то конфеты – мы сохранили качество. Пусть наша продукция будет стоить немножко дороже, но люди поймут, что это качественный продукт. Это не какие-то отруби, а если наполнитель какой-то или составляющий, то это орех, то это еще что-то полезное, натуральное. И этого надо придерживаться пути. Мое было принято решение – сохранить государственный стандарт. ГОСТы. И мы по всем направлениям сохранили. Продукты питания белорусские. Вне конкуренции в мире. У нас ни ГМО никакого здесь нет, у нас нет заразы, у нас нет гадости, у нас люди питаются нормальными продуктами питания, нормальной водой, дышат нормальным воздухом. Это для людей главное. Подробнее о посещении предприятий и общении президента с коллективом коммунарки в вечернем выпуске новостей. И вновь вернемся к теме жилищно-коммунального хозяйства. Комитет госконтроля продолжает проверки по фактам завышения тарифов. Они носят системный характер, заявили сегодня в КГК. Это показала ревизия январских жировок. Напомню, уже возбужден ряд уголовных дел, и вот сегодня озвучены новые подробности. Так, Борисовским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении начальника расчетно-справочного управления одного из предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Минской области. Нарушение выразилось в необоснованном завышении тарифов на техническое обслуживание лифта, предъявляемого последующих гражданам города Борисова. Причиненный учеб гражданам составил сумму более 300 миллионов белорусских рублей. Данное должностное лицо задержано. Кроме того, по фактам хищения и различного рода злоупотреблений задержаны должностные лица предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Брестской, Гродницкой и Минской областей. В мемориальном комплексе «Тростенец» сегодня почтили память жертв фашизма. Митинг-реквием собрал ветеранов, руководство города, иностранных дипломатов, представителей религиозных конфессий. Цветы и венки легли к центральному монументу мемориального комплекса «Врата памяти». Во время церемонии на специальном постаменте была установлена траурная урна с прахом жертв одного из крупнейших лагерей смерти в Европе. Сегодняшнее мероприятие имеет для нас очень большое значение. Когда мы думали о жертвах Тростенца и Благовщины, долгое время это была открытая рана, поскольку не было мемориала на том месте, где они погибли. И мы благодарны городу Минску, городским властям, за то, что они взяли на себя эту инициативу и создали здесь мемориальный комплекс. Когда мы находимся на этих церемониях вместе, мы и сами для себя понимаем, что есть диалог. И членам нашей общины мы еще раз говорим о том, что в памяти, в молитве мы должны быть вместе, чтобы ничего не потерять из нашей истории, в которой не только праздники, но и скольп. В год 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны символом зарождения новой жизни в миролюбивой Беларуси стала посадка трех вязов. Уже после участники митинга направились в крипту храма памятника в честь всех святых. Здесь состоялась торжественная закладка капсул из мест массовых расстрелов и захоронений. В центре Гродно обрушился фасад исторического здания. Жильцов из него отселили еще в 2008-м. По замыслу строителей частного предприятия остаться должен был только фасад. Остальное снесли. Но без поддержки часть стены рухнула. Отмечу, этот каменный дом был построен еще в 19-м веке накануне знаменитого Гродненского пожара. В нем размещался штаб саперного полка, позже склад. Но скандальную славу здание приобрело несколько лет назад. Средь бела дня с него спилили старинный чугунный балкон. Грабителей тогда так и не нашли. Здание включено в список историко-культурного наследия. Оно было построено в 1878 году Гродненским, Равином, Хаймом, Белостоцким. И в начале 20-го века там и располагался штаб саперного батальона. А затем, видимо, эти здания использовались в качестве жилого фонда. Весна сегодня уступила место зиме. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный порывистый ветер принес в нашу страну резкое похолодание и по-настоящему зимнюю метель, во власти которой оказалась сегодня белорусская столица. Менее чем за полчаса минские тротуары и проезжая часть покрылись белым покрывалом. Сильный снег сейчас идет и на севере Беларуси. В ближайшие дни погода не улучшится. В субботу и воскресенье ожидается снег и гололедится. Далее спортивный обзор. Больше новостей найдете по адресу в интернете. Сетиви.бьюай. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 19.30. Его проведет мой коллега Сергей Прохоров. Я же на этом прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова